Сегодня еще один мессенджер для настоящих ценителей. Рикошет рефреш. Достаточно крутой по задумке, очень защищенный и анонимный. И такой же в общем-то редкий, очень редкий, практически не встречается в естественной среде. Еще и потому возможно, что он существует в версии только под десктоп. Мобильного приложения нет, под десктоп есть Винда и МакОс, но не спешите выключать видео. Кроме минусов, есть в этом мессенджере и безусловные плюсы. И в первую очередь заключаются они в том, что соединение идет через сеть Тор. То есть это децентрализованный P2P мессенджер, который гонит трафик через Тор. А значит соединение максимально анонимно, насколько анонимной может быть сеть Тор. Вообще технология из фильмов про шпионов. Пример из повседневной жизни, когда человек передает крайне чувствительную информацию журналистам и опасается Дианона. Сам мессенджер предельно аскетичный, даже запредельно аскетичный, я такой аскезы давно не встречал. В настройках только выбор языка и настройка оповещений. При этом русская локализация есть. Больше вообще никаких кнопок, только добавить контакт. У вас есть ID, для того, чтобы начать общаться, нужно передать свой ID по защищенному каналу. Это самое узкое место в подобных мессенджерах. Но по-другому сделать нельзя. С одной стороны, как по-другому обменяться контактами, а с другой, если вам нужна максимальная анонимность, канал для передачи также должен быть максимально анонимным. Ну то есть замкнутый круг. Используйте Recurship Refresh, чтобы обменяться контактами Recurship Refresh. Но если задачу эту вы решите, дальше все действительно предельно анонимно. Если вам присылают контакт, то сюда вы забиваете ID и имя, под которым человек будет у вас проходить. Если вы отправляете свой ID, когда человек вас добавит в контакты, вам придет сообщение, что с вами хотят общаться. Добавляете имя, под которым контакт будет проходить у вас и все. Начинайте общаться. Собственно, тут отправляются только текстовые сообщения, смайликов нет, аудио сообщений нет, настроек по сообщениям нет. По правой кнопке можно только скопировать сообщения. Однако правая кнопка на контакте дает вам чуть больше опций. Можно переименовать пользователя, это важно. Можно отправить файл, это действительно важно. Еще раз, это P2P через TOR. То есть никаких серверов посередине, если не считать, серверами ноды сети TOR. Про то, как работает TOR, у меня есть хороший ролик. Ссылка в описании. Ваш собеседник должен согласиться принять файл. Сейчас давайте я в другую сторону отправлю. Вот такое сообщение вам придет, что кто-то что-то отправляет. Надо согласиться. Также здесь есть экспорт разговора. Сохраняет текущий разговор просто как лог. Вещь крайне полезная, поскольку сообщения здесь не хранятся и после закрытия рикошет рефреш при следующем запуске у вас будет чистый мессенджер без единого сообщения. Собственно на этом можно было бы закончить, но есть тут одна бага, которая по совместительству является фичей. Сейчас расскажу, но сначала 30 секунд саморекламы. Отвлеку вас на 15 секунд от этого интереснейшего видео, чтобы сказать, что. Теплицы это не только YouTube, но и сайт, на котором просто гора всего интересного про технологии и гражданское общество. Эксперты, практические руководства и теоретические выкладки. А также мы присутствуем во всех соцсетях. Telegram, Instagram, Facebook, Twitter, теперь X и где-то еще. Подписывайтесь. Там вы сможете задавать вопросы не только мне, но и команде Теплицы. А еще очень советую подписаться на рассылку, ее не заблокируют. Все ссылки в описании, однако продолжим. Итак, продолжим про баги и фичи. При удалении рикошет рефреш вы не удаляете свой ID и список контактов. При повторной установке приложения все восстановится. Потому что настройки он хранит на компе в папке user ваше имя и тут нужно включить отображение скрытых файлов. И найти папку AppData, Local и Ricochet Refresh. Вот она. Бага это потому, что в случае опасности вы удаляете приложение, думаете, что все чисто, однако нет. Установив Ricochet Refresh, злоумышленник получит весь ваш список контактов и сможет с ними переписываться от вашего имени. Фича это потому, что вы можете удалить эту папку и замести следы, а можете скопировать ее в какое-то крайне секретное место и после переустановки Ricochet Refresh заменить текущие файлы из этой папки на сохраненные и восстановить свой список контактов и ID. Ну то есть по сути это бэкап вашего аккаунта. И таким образом вы можете создать несколько ID, ну то есть папок с бэкапами и менять их в зависимости от ситуации. Очень жаль, что подобные продукты остаются в забвении. А проприетарные и вызывающие вопросы мессенджеры типа Телеграмм установлены в каждом мобильном. Какая-то есть здесь логика, но я ее не понимаю. Все любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо и помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я Вололомов и Теплица социальных технологий. Продолжение следует... Продолжение следует...